Привет, добро пожаловать на канал Информ ТВ. Весной 2018 года ушел из жизни народный артист СССР Олег Табаков. Он оставил после себя очень богатое наследие – театр, огромное количество замечательных киноработ и четверых детей. Артист был дважды женат, и в каждом браке у него родилось по двое наследников. В первый раз Олег Павлович женился на актрисе Людмиле Крыловой, которая родила от него сына Антона и дочь Александру. Вторая супруга Марина Зудина тоже подарила Табакову сына и дочь Павла и Марию. Три года назад стало известно, что старший наследник Антон уехал из России и поселился в Париже. Такое решение мужчина принял, чтобы быть постоянно рядом со своей семьей и видеть, как растут дети. Там живут его четвертая супруга Анжелика и две дочери Антонина и Мария. Девочки живут во Франции с самого рождения. Эмигрируя в Европу, Табаков закрыл свой успешный ресторанный бизнес в Москве. На плаву он оставил всего три бизнес-проекта. Две компании – Виконт-1 и Аминг-Плюс специализируются на аренде и управлении недвижимостью. Еще одна фирма Астра-ТК консультирует по вопросам коммерческой деятельности. Но, как недавно выяснили журналисты, сложный карантинный и коронавирусный 2020 год негативно сказался на бизнесе Антона. Его компании все отработали в убыток. Наибольшие потери у фирмы Виконт-1 – 3,3 миллиона рублей. У Аминг-Плюс эта цифра значительно меньше 947 тысяч рублей в минус. Легче всего отделалась Астра-ТК, отработав в минус 327 тысяч рублей. Почему так получилось? Возможно, сказалось постоянное отсутствие директора Антона Олеговича. Не могут в компании без него функционировать нормально. Или не вполне удается переход на дистанционку. Кроме того, Антон получил повестку явиться в столичный хамовнический суд. Он задолжал 100 тысяч рублей предпринимателю, у которого арендовал помещение. Сумма невелика, но Табаков ее добровольно не выплатил, и владельцу пришлось выбивать деньги через суд. Теперь ответчику придется заплатить не только положенную сумму, но и проценты, а также расходы на адвокатов. Антон Олегович при этом настроен весьма оптимистически. Признается, что личное финансовое состояние его полностью удовлетворяет. Свой трудовой путь Табаков начинал еще шестилетним мальчишкой. Это были первые съемки в кино и первые полученные несколько рублей в качестве гонорара. С того времени прошло больше полувека, и все эти годы он трудился. В одном из интервью Антон сказал, цитата, «Могу ли я наконец позволить себе хоть немного побыть безработным». Что ж, надеемся, безработный статус не ударит по его детям. И если вы помните этого актера, ставьте лайк, не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!